Привет! С вами оруженосец Тору и мы продолжаем прохождение Лавы Сквайр. И вчера мы отмечали свой день рождения, и он был, мягко говоря, таким себе. Мало того, что мы узнали, что скоро война, нас отшили. Мы узнали, что наш отец больше, чем мы в шесть раз. Это самые оптимистичные прогнозы. И мы узнали, что наша сестра очень милая. В общем, всё плохо. В общем, всё крайне плохо. И... Ах, какое чудесное ленивое утро. Ещё несколько минут безделья мне не повредит, это точно. Братец, мне нужна твоя помощь. Можешь принести мне молоко Бесси? Нет, я не хочу. Да ладно тебе. Мне нужно начать печь в самое ближайшее время и... Алло, есть кто дома? Хью? Подожди секунду. Братец, давай. Я занят ими. Хью пришёл. Ах, хоть раз сделай что-нибудь, ленивая задница носорога. Приветик, малыш. Как прошла ночь? А ему стоит говорить правду? Хотя той девушке, которая нам влепила пощёчину из-за него, я думаю, сказать точно стоит. Отлично. Да, и... Эм, что ты имеешь в виду? А, он об именах, которые нужно было узнать. Эм, давай я тренировка Тору. У тебя есть имена? А, ты об этом. Ну, у меня больше пяти имён. Которые я знаю. Неужели? Давай-ка послушаем их. Ну, Ханна, Мариана, Эм, Изабелла, и... Ну, это... Ты облажался, не так ли? Разве ты не веришь в своего оруженосца? Это написано у тебя на лице, Шкет. Эта глупая улыбка на твоём лице появилась, как... Появляется, когда ты врёшь. Да ладно. Дай мне передохнуть после дня рождения. Давай-ка, дай мне отдохнуть. Это мой первый день. И это твоя вина. Из-за тебя я запутался. А, я думаю, ты встретил одного из них. Ам, одного из них? Ну, я всё равно не ожидал, что ты... Всё поймёшь с первого раза. И ещё, у меня есть для тебя одна отличная новость. Так как я сдал твои документы своевременно, теперь ты можешь тренироваться в казарме. А также получаешь этот пропуск в архив. Мать моя женщина! Теперь я могу брать книги? Эм... Конечно. Это одна из привилегий оруженосца. Откуда столько радости? Там есть интересная манга. Я удивлён, Тору. По твоему виду и не скажешь, что ты любишь книги. Эй, не суди оруженосца по его виду. Как говорится, книгу по обложке не судят. Читать интересно, если у тебя интересная книга. Ам, хорошо. А что ты любишь читать? Нам не нужны тупые рыцари и оруженосцы в Ка... Ахм... А в Кайрулии. Тогда... Как ты сюда попал? Очень смешно. И по поводу прогресса. Я буду проверять тебя в конце каждого месяца. Так, чтобы было понятно. В последний день каждого месяца. Мы встречаемся в таверне. Окей? Я просто хочу проверить твой прогресс. А прогресс в харизме? В бухании? Тебя это интересует, как рыцаря. Понял. Что-то ещё? А, точно. Замок. Через несколько дней будет пир. Будь там, чтобы я мог представить тебя, как своего оруженосца. Наконец-то! Мой большой дебют. Это не для тебя, тупица. Это для принцессы Алкаса. Она здесь, чтобы заключить союз. Принцесса? Теперь я точно должен быть там. Хорошо. Увидимся там. В любом случае, мне пора. Уверен, тебе не терпится заняться своими делами после всех наших разговоров. Увидимся в городе. Конечно. Увидимся. Так, теперь мы можем тренироваться в казарме и читать книги. Полезно. Ай, молоко, молоко же. Нас просила Эми. Ой, смотри. А вот и Бесси. Я не проводил с ней время уже какое-то время. Может, мне стоит подоить её сегодня? Привет, Бесси. Привет, Бесси. Какая хорошая девочка. Слушай, Эми хочет, чтобы я тебя сегодня подоил. Будь хорошей девочкой и расслабься, ладно? А если в этой игре несколько концовок, я уже знаю, какой будет плохая концовка. Типа, если все тянки опрокинут нашего оруженосца, то он в итоге придёт к выводу, что есть точно одна тёлочка, которая его точно любит и ему не откажет. И закончится всё на фразе «Моу». Не иначе. Я не делал этого уже какое-то время. Ну, посмотрим. Да, такой и будет концовка. Моя, так точно. Молоко Бесси получено. Вот так. Готово и сделано. Ты можешь вернуться к коровьим делам, Бесси. Окей, я должен показать это Эми в качестве доказательства. О, боже. Держи молоко Бесси. Свежевыжатое молоко из сисек Бесси. Боже. Держи. Эй, Эми. Чего, Торо? А вот молоко, которое ты хотела. Свежевымет... Свежевыжатое из вымя Бесси. Эм... Ух ты. В любое время. Ой, прости, братец. Я просто удивлена, что ты это сделал. Спасибо. Теперь я могу вернуться к выпечке новых яблочных пирогов. Окей, иди делай, сестрёнка. Ещё увидимся. Отношение с Эми увеличилось на 4 очка. Да уж. Хм, кроме Бесси, возможно, мне стоит посмотреть что-то ещё в других местах, что я мог бы взять. Кто знает. Я мог бы найти что-то более интересное в качестве подарка. А то есть ты предлагаешь, да, подарок для Эми на её день рождения просто где-то стащить? Возможно. Ну-ка. А, да, у нас тут интерактивное. Значит, что-то можно будет в итоге и отжать. Понятно, понятно. Итак, что у нас есть? У нас есть архив и у нас есть казармы. В таверне пока ничего нету. Давайте начнём с казарм, что ли. Пойдём посмотрим, как тренируются рыцари и их оруженосцы. Время прибытия 9 часов. 2 часа до казармы добираться. Боже. Я бы устал по пути туда и всё это. И была бы моя тренировка. Мать моя женщина. Казармы. Рыцари. Я иду. Я не могу поверить, что я действительно здесь. Здесь рождаются легенды. Вот где сэр Гранд оттачивала своё мастерство. Интересно, увижу ли я её? Может, она позволит мне дотронуться до её молота? Какой странный фетиш. Интересно, будет ли у меня такое классное оружие, как у неё? По сути, приятно воткнуть вас что-то копьём. Но размахивать шарами с шипами тоже весело. Не могу дождаться. Эй, смотри, куда идёшь, придурок. Ла-ля. Этот карлик только что назвал меня. Придурок, да? Ну, такое высказывание может быть только от маленькой девочки, как ты. Маленькая девочка? Да как ты смеешь? Меня зовут Вэл. Ты... Ты... Ты подонок. Стоп, Вэл? А в таверне нам говорили, что Вэл там разнесла пару стульев. А что она забыла в таверне? Мне кажется, или в этом мире проблемы с детским алкоголизмом, нет? Ха, кретинка. Ты хочешь подраться со мной, малявка? Малявка? Почему? Почему? Почему ты такой злой? Что, блядь? Что за... Я просто... Я просто... Прости. Я не хотела этого. Эй, ты успокойся, ладно? Я ничего не буду делать. Мне так жаль. Я оставлю тебя в покое. Креветка, что? Эй, подожди. Она просто исчезла. Ну и чудачка. Затеяла драку, а потом сбежала. Что это только что было? Но она была довольно милой. Не поспоришь. Согласен на все сто. Шкет, наконец-то ты здесь. Мне не нравится наш рыцарь. Итак, ты готов к тренировкам? Еще бы. Самое время для фехтования. А вот этот настрой. Молодец. Дайте мне 20 кругов. Чего? А как насчет того, чтобы научиться пользоваться мечом? Знаешь, это такая классная штука. Вы слышали меня, оруженосец? Это совсем не весело. 20 кругов. В тяжелой броне. Тренировка на выносливость? Да большую часть жизни я прожил на ферме. Это должно что-то значить, верно? Ты жил как фермер. Но только не в тяжелых доспехов. 20 кругов. Это не то, чего я ожидал. Отлично. Давай сломаем еще больше ожиданий. Да черт возьми, Кью. Мне не нравится наш рыцарь. Хью, я все. Хорошая работа. Я впечатлен. Я... Я же говорил, что справлюсь. О, тебя ждут еще больше тренировок Тору. Я уверен, что ты справишься с этим. Но на сегодня мы закончили. Ты можешь еще сделать пару кругов, если хочешь. Может быть. Тогда увидимся позже. Только не забудь положить броню обратно. Ага, конечно, Хью. Увидимся. О, теперь что бы я сделал... Теперь, чтобы я это сделал снова? Ты не должен быть здесь. Чего? Сэр Грант? Это вы? Это действительно вы? Что, меня рабы съели и не подавились? Я ваш самый большой поклонник. Может и так. Но посторонним сюда нельзя. Я? Нет. Я Штору. Я оруженосец Хью. А, да. Я тебя вспомнила. Хью сказал мне, что у него новый оруженосец. Точно, это же я. Тогда позвольте мне извиниться. Добро пожаловать в армию Каэрулии. Может, ты еще и зеленый, но я ожидаю многого от каждого новобранца. У меня не будет слабых оруженосцев, особенно в эти времена. Конечно, сэр Грант, я буду лучшим. Лучшим? Я восхищена твоим энтузиазмом. Парень, но прежде чем ты начнешь мечтать о чем-то, сосредоточься сначала на том, как улучшить свои навыки. Ай, простите. Я не это имел в виду. Чушь. Целься выше, юный оруженосец. Как я уже сказала, меньшего я и не жду от солдата. Спасибо, сэр Грант. Позвольте мне сказать. Вы такая классная. Спасибо, Торо. Теперь я должна покинуть тебя. Долг зовет. Сэр Грант, подождите. Андем, чего такое? Вы не могли бы расписаться на моей рубашке? Пожалуйста. Эм, нет. Я не даю автографов, парень. О, нет, все, все, отлично. Я знаю, что вы всегда очень заняты. Прыгающая леди озера. Сэр Грант. Сэр Грант говорила со мной. Так вот каково это быть рядом с рыцарем номер один, Кайрулии. Я чувствую. Я чувствую себя таким счастливым. Я вас не подведу. Отношения с Вэл увеличились на 40 очков. Боже. Че куда? Да, и нам можно, в принципе, потренироваться. Сила дает мне и Хью больше здоровья. Два раза, я думаю, мы потренируемся и поднимем силу на один. Почему бы нет? Ну, почти. Мы почти справились, 10 опыта получено. Давайте еще один раз. 4 часа, это будет 8 вечера. Ну, вполне, и можно будет домой идти. Ты на шаг ближе к тому, чтобы стать приличным оруженосцем. Мое ХП теперь 12. ХП Хью 70. Что-то немножко уровень, да? Большеватый между оруженосцем и рыцарем. Ну да ладно. 99... 100... Фух. Привет, шкет. Приятно видеть тебя на тренировке. Конечно. Я хочу быть лучшим. Приятно слышать. Обязательно улучшай свои... Улучшай свои силы время от времени. Чем мы сильнее, тем дольше мы можем быть в бою. Понял? Ага. Значит ли это, что мы получаем больше очков здоровья, когда тренируемся? Ну, если это то, что вы дети называете... Называете сейчас, то да. Понял, Хью. Я постараюсь не пропускать тренировки. Ам, все? Ну да. Судя по всему, все уже поздно. И в архив мы уже заглянуть не можем. Ладно, тогда возвращаемся домой. Может, Бесси хотя бы встретим? Нет, она тоже спит. Ну, ладно. Никого нет. Ну и хорошо. Ну и поспим. День прошел продуктивно, кстати. Мы встретили Валю. Как бы. Кстати, а что по календарю? Когда? Праздник Леди Озера. Не могу дождаться. Ага, понятно. Ежемесячные проверки Хьюн. Тоже все понятно. День плодородия. Понятно, понятно, понятно. Вот наши четыре месяца, которые остались до войны. 18-го числа. День рождения Эми. А когда там говорил он про это? Про то, что приезжает? Принцесса и мне нужно быть... Ладно. И мне нужно быть... Маленькая Эми, папа и мама. Блин, Эми раньше была милашкой. Похоже, это фигурка от... Понятно, понятно. Все ясно. Все понятно. Эммм. Бесим. Я тебя люблю. Ага, привет, привет, сестрен. Так, и мы можем с ней... А, так, стоп. Подарить мы... Свежевыжатое молоко. Ты еще хочешь молоко? Для меня? Круто! Отношения с Эми увеличились на четыре очка. А что, блин? Нет. И можно с ней поболтать о городе, работе, подарке и семья пока недоступны. Ну, давайте о городе. Эй, сестренка! А где ты обычно тусуешься? Ну, я обожаю тусоваться на площади. Просто... Хорошо, когда много пространства. Весь шум и суета города. Кровь прям закипает. Эмм, разве это не утомительно через некоторое время? Да не совсем. Я имею в виду, иногда нарываешься на какого-нибудь хулигана, который ходит вокруг тебя, словно он хозяин этого места. Но в таких случаях я просто улыбаюсь. Мое обаяние может приручить даже самых диких зверей. Почему-то я в это верю. Если это не срабатывает, мои кулаки всегда меня прикроют. На тебя не возникнут неприятностей из-за этого. Да что они могут сделать? Скажут стражам, что какая-то милая девушка, как я, ударила их по лицу? Эмм, хорошо. Лучше тебя не злить. Я понял. Отношения с Эмми увеличились на 100 очков. Понятно, понятно. Сейчас, сейчас мы все сделаем как нужно. А, все, нельзя теперь поговорить об этом. О чем? Амм, о работе, вон. Я уверен, что о работе она очень любит говорить. А, мы все, мы уже можем пойти в замок, в архив, либо в лазарет. Ага. А вот оно как. Либо... Ну, на рынке мы мало чего найдем, да, любопытного. Да, на рынке вообще пусто и даже украсть нечего. К слову. И какой же это рынок-то? Странно и непонятно. Ну, знаете, ребят, наверное, на этом мы эту серию закончим. А в следующей, куда мы отправимся? Вот, вот, если подумать, если подумать. Давайте подумаем. В замке нас ждет принцесса. В архиве нас ждут книги. В лазарете, возможно, нас ждет медсестра. Амм, да как бы выбор-то очевиден, значит. А в следующей серии мы отправимся в лазарет. А на этом все. Спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok